Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея на портале Экзегет. Сегодня мы читаем восьмую главу. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простершу руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди и покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им». Проказа – это была чрезвычайно тяжелая полезнь, которая постепенно, медленно человека разрушала, у него отваливались уши, нос, конечности, и от него исходил невыносимый запах. И эта болезнь была заразной. Человека, который был болен проказой, его заставляли жить вне города. Он не мог участвовать в богослужениях, он не мог участвовать в литургической жизни народа. Он обязан был кричать «Нечист! Нечист!» Если была опасность, что где-то вот рядом люди, и они могут на него наткнуться, не зная о том, что он прокаженный. И жалкое несчастное состояние человека больного этой болезнью, оно побуждало людей проводить такую параллель между прокаженностью и грехом. Вот как человек прокаженный, он отчужден от ближних, от Бога, он не может участвовать даже в общем богослужении, так и человек грешный своим грехом, он отторнут от Бога и от ближних. И прокаженный, очевидно, в страхе приближается к Господу и говорит «Если хочешь, ты можешь меня очистить». Он выражает веру в способность Господа очистить его от этой страшной болезни. Он поступает чрезвычайно дерзновенно. Ему-то по-хорошему нельзя приближаться к нормальным людям, но он решает приблизиться и говорит «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простершу руку, коснулся его и сказал «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказа. И мы видим здесь, как происходит чудо, происходит ментальное исцеление этого человека. Иисус говорит «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику». В случае исцеления проказа человек должен был явиться к священнику. И священник тут выполнял такую роль регистратора гражданского состояния, что ли. Он свидетельствовал, что этот человек может вернуться к нормальной жизни, что он может присоединиться к Божьему народу. И поэтому Господь отправляет этого человека к священнику и во свидетельство им этот священник мог увидеть и рассказать другим, что произошло такое чудо, произошло исцеление прокаженного. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, и к нему подошел сотник и просил его «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я, подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «Пойди» и идет, и другому «Приди» и приходит, и слуге моему сделает то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Акомом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут восьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику «Иди, как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. К Иисусу подходит сотник, но сотник – это римский офицер. И мы видим здесь веру этого римского офицера, что он, будучи римлянин, приходит просить милости у иудейского проповедника. Между иудеями и римлянами существует достаточно напряженное отношение, и обе стороны смотрят друг на друга с высокомерием и презрением, но мы видим, что этот сотник просит исцеления для своего слуги, и Господь дарует ему это исцеление. И Господь говорит «И в Израиле не нашел я такой веры». То есть этот человек, который не принадлежит к Божьему народу, он приходит с верой и получает просимое. И здесь Господь говорит пророчество «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада, возлягутся в Рамы, Масакам и Аквам в Царстве Небесном». Речь идет о том, что Евангелие будет проповедано всем народам, которые придут со всех сторон, к которым мы относимся и мы сейчас. А сыны царства, то есть израильтяне, будут ввержены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Между тем, как люди, которые находились в наилучшем положении для того, чтобы уверовать те, кто имел наследие Ветхого Завета, из них многие, хотя, конечно же, не все, значительная часть иудеев уверовала тогда, там все первые христиане были иудеями, но значительная часть людей, которые принадлежали особенно к религиозной элите Израиля, будут извержены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. «И сказал Иисус сотнику, «Иди, как ты веровал, будет тебе, выздорово слугай его в тот час». Мы видим здесь, как служение Господа, оно уже выходит за пределы Божьего народа, за пределы Израиля, к нему приходит этот римский офицер, получает просимое. И мы видим, тут еще важно обратить внимание на то, что это офицер оккупационной армии, это человек, которому Иисус, как представитель своего народа, мог испытывать естественную такую враждебность. Но ничего подобного не происходит. Не говорите, Маша, что проклятый римский оккупант вообще пришел просить, убирайся в свой рим. Нет, Господь принимает этого человека милостливо и исцеляет его слугу. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Петр, один из первоверховных апостолов, он был женат, у него была теща, и это приобрело значение позже в истории церкви, когда появились еретики, которые стали хулить брак, считать его чем-то препятствующим духовной жизни, препятствующим спасению, и святые отцы указывали им, что у Петра была теща, соответственно, он был женат. Она лежала в горячке, была больна, и Господь исцелил ее прикосновением руки. К нему привели многие бесноватых, он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Заметим, что здесь проводится некоторая разница, есть отдельно бесноватые, отдельно больные. Потому что иногда говорят, что вот там в древности люди считали, все болезни вызываются бесами, а сейчас мы знаем, что все от микробов. На самом деле в древности уже люди проводили вполне разницу между беснованием и болезнью, и здесь она указана. Евангелист видит в этом осуществление пророчества Исаии. Он взял на себя наше немощи и понес болезни. Это 53 глава пророка Исаии, где говорится о страданиях некого невинного Божьего слуги за грехи других людей. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы буждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И вот из этой 53 главы Исаии здесь есть цитата. Увидев же Иисус вокруг себя множество народов, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Действительно, Иисус несет такое странствующее служение, у него нет какой-то определенной штаб-квартиры, какого-то места, где он мог бы укорениться, потому что его миссия состоит в проповеди Евангелия, и потом уже ему предстоит умереть. И человек, книжник, который говорит, «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», Господь его просит задуматься о том, что это может быть все очень трудно. И вот эти слова, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сын человеческий не имеет где преклонить голову», они звучат очень парадоксально, потому что сын человеческий – это не просто указание на то, что Иисус человек. Сын человеческий – это таинственная мистическая фигура, которая появляется в 7 главе книги пророка Даниила, где говорится о неком сыне человеческом, который был подведен к ветхому днями, то есть к Богу, и ему дано владычество над всем миром. И вот очевидно, что речь здесь идет об этом сыне человеческом, и Иисус отождествляет себя с этим таинственным, могущественным сыном человеческим, и в то же время говорит, что ему негде преклонить голову. В этом мире, который противится Богу, который находится в грехе, ему негде преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною, предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Это очень жесткие и непонятные слова. Человек идет похоронить своего отца. Что там неправильного? Это абсолютный долг любого богочестивого сына. Это очевидная нравственная обязанность. И Слово Божие говорит, «Почитай отца и мать». И, конечно же, предать своего отца достойному погребению – это нечто абсолютно необходимое. И слова Иисуса звучат очень странно. «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». О чем здесь идет речь? Дело в том, что в Священном Писании существует определенная иерархия ценностей. «Очень важна семья, но Бог важнее». И слова этого человека «Да, я за тобой пойду, но у меня есть более важное дело сначала сделать». Они подразумевают, что похоронить отца – дело более важное. И Иисус говорит, «Нет, следовать за мной – это дело более важное». Мы не знаем, как дальше развивался диалог, но вполне вероятно, что если бы этот человек решился последовать за Иисусом, Иисус сказал бы ему, «А вот теперь иди похороняться своего». Потому что одно дело, когда мы делаем какие-то вещи в послушании Богу, чтобы исполнить Его волю, а другое, когда мы наделяем их какой-то самостоятельной ценностью, когда они оказываются для нас вместо Бога, какой-то параллельной ценностью, когда мы говорим, «Вот сначала я этим займусь, а потом у меня будет время на Бога». И Христос говорит, «Нет, так не пойдет. Ты должен все оставить и последовать за мной». И это не значит, что каким-то образом отменяются обязательства по отношению к своей семье. Нет. Но они помещаются в правильный контекст. Все, что мы делаем, мы должны делать из послушания Господу Иисусу Христу. У нас есть обязательства по отношению к семье, по отношению к государству, по отношению к работодателю, по отношению к любым другим людям, но они вытекают, они подчинены нашим обязательствам по отношению к Иисусу Христу. «Когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, войдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» «Потом встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди, что удивляясь, говорили, «Кто это, что ветры и море повинуются ему?» Ученики перепугались, что они сейчас утонут, разбудили Господа, и то, что он спал, указывает на его человеческую природу. Он нуждается в отдыхе, как любой человек. Он во всем подобен нам, кроме греха. И дальше мы читаем, как он встал и запретил ветрам и морю. И они удивятся, кто же это, что ветры и море повинуются ему. В Библии есть ответ, потому что в Библии говорится, в одном из псалмов, «Ты владычествуешь над яростью моря». То есть Бог. Бог владычествует над яростью моря. Иисус показывает себя, как Бог, который обладает безусловной властью над яростью моря в частности. Он здесь владыка. Он владыка над всеми природными стихиями. Он Бог. С одной стороны, он человек, который спит, потому что он устал. С другой стороны, он Бог, который запрещает природным стихиям. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». Дали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Он сказал им, «Идите». И они, выйдя, вошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел на встречу Иисусу. Увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Страна Гергесинская, она имела в основном языческое население, и поэтому там люди послали. Если свиней, свиньи были запрещены законом Моисеевым, иудеи этого не делали, то есть это были вот язычники. И там были весьма свирепые, бесноватые, вышедшие из гробов. Гробы – это пещеры, где погребали. Тогда были, был обычай, что людей хоронили в таких высеченных в скале пещерах. И они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда преждевременно мучить». Они его опознают как Сына Божия, у них есть такое сверхъестественное видение. И он, бесы попросили его, пошли на стадо свиней. Он сказал им, «Идите, вот стадо свиное бросилось с куртезны в море, погибло в воде». То есть свиньи этого тоже не принесли, и не смогли этих бесов носить. Пастухи побежали, придя в город, рассказывали о всем, что было с бесноватым. И мы видим реакцию этих людей. Город вышел на встречу Иисусу, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. На их глазах свершилось огромное чудо, освобождение бесноватого, и реальность этих бесов проявилась в том, что вот они потопили это свиное стадо. Это должно было бы побудить людей к покаянию. Но люди увидели только свой материальный ущерб. Наши свиньи потонули. И это происходит так в жизни, когда человек, сталкиваясь с возможностью обрести жизнь вечную, он беспокоится о том, а что же будет с моими свинками. Давно-давно еще мне один человек рассказывал, как он там был со своими верующими друзьями в гостях у одной женщины. Это были какие-то поздние советские годы, и она была каким-то там завскладом, то есть в общем сидела на должности, где можно было воровать. И у нее был дом, полная чаша, было явно, что она не живет на одну зарплату. И они рассказали о Господе, рассказали о том, что можно обратиться, можно стать членом церкви, можно начать жить духовной жизнью. И в воздухе повис вопрос, а воровать я смогу дальше продолжить? Она не высказывала это вслух, но это как бы подразумевалось. И кончилось тем, что она не обратилась, по крайней мере в тот момент, потому что обратиться это значило бы лишиться вот всего того неправильного достатка, который она имела, и жить на одну зарплату. И так она их вежливо просила удалиться, как эти жители города вежливо попросили удалиться Иисусу. Он принес им вечную жизнь, они же обеспокоились о своих свиньях. И это должно побудить нас задуматься, нет ли у нас каких-то свиней, которые нам дороже, нежели Господь. Мы с вами прочитали восьмую главу Евангелия от Матфея на библейском портале Экзегет. Экзегет.